Всем привет! С вами председатель Московский регион. Зима, идет снег. И давайте-ка мы с вами переместимся в более теплое место под названием Новая Зеландия. Поехали! Переместимся для того, чтобы сравнить архитектуру Москвы, Подмосковья, вообще России с этим, как вы видите, очень далеким государством для нас Новая Зеландия. А поможет нам с этим мой знакомый исследователь Джон Коннор. Вот так вот выглядит сейчас Новая Зеландия. И это на самом деле какой-то просто конец света. Только вдумайтесь, от Москвы до Новой Зеландии 16,5 тысяч километров. Наверное, одна из самых дальних точек относительно нашей столицы. Население Новой Зеландии на июнь 2015 года составляет 4,5 миллиона человек. Согласитесь, немного желающих жить на краю света. Это даже меньше, чем население одного города, например, Санкт-Петербурга, которое составляет 5,3 миллиона человек. А уж что о Москве говорить с ее 12 миллионами. А территория Новой Зеландии составляет 268 тысяч квадратных километров. То есть ее можно сравнить с нашей, к примеру, Томской областью, которая по площади немножко больше. Она составляет 316 тысяч квадратных километров. Правда, население у Томской области всего 1 миллион. Не только на краю света не хотят жить люди, но еще, наверное, и в Томской области. Но давайте все-таки поглядим, как там живут на краю света в Новой Зеландии. А сделаем мы это с помощью панорамных карт, сделанных со спутника на ресурсе Google Планета Земля. И заглянем в столицу Новой Зеландии, в город Веллингтон. Что-то как-то даже на столицу не смахивает, больше смахивает на мое дачное товарищество. Да и то, мне кажется, у нас домики побольше. Видимо, куда-то на окраину города мы зашли. Давайте попробуем переместиться куда-нибудь в деловой центр. Ну, может быть, куда-нибудь сюда, Тиаро. Да, здесь уже более похоже на город, на цивилизацию. Конечно, для столицы как-то все низковато. Я специально зашел на панорамы городов Новой Зеландии, именно столицы Новой Зеландии, чтобы вы убедились, что в основном все здания здесь двух-трехэтажные. Может быть, это связано с сейсмоопасной зоной. Может, с климатом, может, еще с чем-нибудь. Это не суть важна. И чтобы нам вот так вот не рыскать, отыскивая какие-нибудь интересные архитектурные здания, наш человек Джон Коннор отснял материал, который мне останется только прокомментировать. Приехав в Новую Зеландию, я уверен, вы будете чувствовать себя как дома. Да, более знакомые здания из красного старого кирпича напомнят нам про фабрики Орехова-Зуева, про фабричные казармы Павловского Посада, да и любых других городов по всему земному шару. Но давайте по порядку начнем со столицы Новой Зеландии, с города Веллингтон, который расположен на юге Северного острова, и население у него 379 тысяч человек. На старых музейных фотографиях города Веллингтон мы видим какие-то работы, откапываются здания. Нам это преподносят как разбор завалов после землетрясений. Ну и красивые здания с очень знакомой архитектурой. Старая карта Новой Зеландии. Видимо, сюда именно Джеймс Кук и причалил, по рассказам историков. Далее лежит в музее пистолет первых переселенцев. Ну, понятно, не с голыми же руками идти на туземцев. Обратите внимание, для 18 века достаточно технологическая вещица. Сам пистолет собран с помощью винтов. Ну и обратите внимание на рукоять. Какие резные узоры? Интересно, чем в 18 веке эти узоры наносили? Ну и, конечно, пушка. Куда же без пушки? В музее написано, что эта пушка была поднята со дна океана, близ города Веллингтон. Пролежала она на дне океана около 200 лет. И это пушка с корабля Джеймса Кука. Собственно, открывателя Новой Зеландии. Пушка ли это или что-то другое, что нам выдают за пушку? Это я вам не скажу, но каждый уважающий себя музей должен иметь среди своих экспонатов пушку. Вот так вот в музее Павловского посада тоже находилась пушка, причем времен 1812 года. Видимо, крестьянами она была отобрана у войск Наполеона. Ну и давайте все-таки обратимся к архитектуре города. И обращать внимание будем на засыпанные окна первых этажей. Так называемые цокольные этажи или полуподвальные этажи. Вот перед вами здание парламента Новой Зеландии. Официально строительство этого здания было начато в 1914 году. Как вы думаете, в проект этого здания в 1914 году входила подземная парковка? А давайте посмотрим на этот католический храм. Можно, конечно, сказать, что он стоит на перепадах высот, но почему тогда для строительства храма выбрали именно такое место? Ну, если только на этом месте было какое-то видение новозеландскому святому. Мы видим с одной стороны здание откопано, так как откапывали главный вход. Ну, а задняя часть так и осталась закопанной. Обратите внимание на перепады высот. Это ж не дорогу подкапывали вниз и не земли сюда привозили для грядок, чтобы развести здесь лужайку и посадить деревья. Это явно откопанный грунт от входной части этого храма. А вот еще один храм. Стоп! Это что же, подвальная дверь получается? А разве она не портит картину такого величественного здания? Обычно как-то подвальные двери делают сзади, сбоку, а тут прямо впереди, прямо при главном входе. Этот храм, кстати, тоже находится недалеко от парламента со своей подземной парковкой. И что мы видим здесь? А здесь мы видим до боли знакомые нам всем оконные приямки. Но только они чем-то здесь заделаны. Правда ведь интересно? Везде одно и то же. И в Москве, и в Новой Зеландии практически одинаковые оконные приямки. Откапывали храм до конца, так и не откопали. А что откапывали, это хорошо видно по уровню мостовой. Заметьте, что откапывают именно какие-то величественные здания. Обычные дома оставляют стоять такими же. Это хорошо видно на следующих фотографиях. Как засыпало дома, с одной стороны больше, а с другой меньше, так они и продолжают стоять по сей день. А люди ходят мимо и думают, что именно так эти дома и были построены. Где-то, конечно, подоткапывают, делают подвалы, цокольные этажи, подземные парковки. Как вы думаете, планировалось у трехэтажного здания изначально подземная парковка, как вот в этом случае? Ну это же не небоскребы какие-то. Да нет, конечно, просто откопали и сделали там подземную парковку. Как и в случае с парламентом. А вот смотрите, какое красивое здание. Как будто центр Москвы, Тверская улица. Скажите, что окна слишком низко? Да нет, окна так были задуманы. А вот это что? А это подземная парковка. Наверное, она тоже была задумана изначально. Ну а в некоторых случаях лишние окна стараются спрятать. Вот таким вот образом. Ну лишнее окно, не нужно оно им. Тем более торчит из-под земли. Ну для чего? А вот еще. Видите, с одной стороны есть окно, а с другой его заделали. Конечно, вода ведь затекает. Зачем оно нужно? А когда строили, не подумали. Нормально и так. А вот смотрите, какое красивое здание. Жалко только входа не было. Так давайте из арочного оконного проема сделаем главный вход. Повесим козырек и скажем, что так и было. И ступеньки еще сделаем для убедительности наверх. И не важно, что потом полэтажа будем спускаться вниз. И сбоку, смотрите, нашлось место для двери в оконных проемах. Когда строили, не подумали. Построили все без дверей. Спохватились поздно. Ну да ладно. Ведь нормально все. Никто и не подумает. Вот смотрите, с одной стороны окошко, а с другой стороны кирпичная стена. Окошко заделали. А внизу, под заделанным окошком, еще окошко. А может быть изначально эти окна были намного длиннее? Но оставить же так нельзя, потому что будет много вопросов, что это такие длинные окна уходят под землю. Давайте переделаем вот так вот. А вот здесь вот дверь примастим. А что это за арочный орнамент над дверью? Как будто здесь было что-то другое. Да ладно, никто не заметит. Ведь так раньше строили. А с другой стороны, вместо окна заложенного, так вообще дверь сделаем. Отлично. Что же это такое? Под каждым окном первого этажа идет окно подвального этажа. Не много ли окон в подвале? Или что, там планировка точно такая же, как и на первом этаже? А может это и не подвал? Может быть это и есть первый этаж? Да нет, наверное раньше так и строили. Чтобы в этих подвалах размещать аптеки, какие-нибудь торговые ловчонки. Ведь копать вниз-то ума не надо. А тут целый этаж сверху пришлось бы надстраивать. Окленд. Самый большой по населению город Новой Зеландии. Миллион триста человек. Изначально он был столицей Новой Зеландии. Тоже как похоже, да? То у нас Питер, то у нас Москва столицы. И то же самое с Новой Зеландией. Был Окленд, стал Веллингтон. Надо здесь копаться. Здесь все то же самое видим. С одной стороны здание откопано, с другой закопано. Кстати, по ощущениям Джона Коннора, страна просто пустынная. Народу там практически нету. И вот эти цифры, которые написаны, миллион триста, четыреста тысяч человек, они под большим вопросом. Либо все сидят по домам, либо цифры врут. Потому что после шести часов вечера на улице просто пустота. Пустота, никого не встретишь. Даже вот по этим кадрам видно, что город-миллионник, центр города, а идет один-два человека. Мне кажется, в Павловском посаде ночью, и не в центре, а где-нибудь в подворотне, и то народу больше будет. Ну, правда, они там будут пить водку, но это уже другая история. Город Нельсон. 58 тысяч населения. Даже не нашлось места на карте для него. Но, чтобы вы имели представление, он находится где-то здесь, на Южном острове. Смотрим здание и видим, что под каждым окном у нас находится вытяжка. Ну, видимо, чтобы полы не гнили. Продувало как следует. Вот такие вот готические храмы. Входные порталы какие мощные. Но, по ощущениям, все равно он, кажется, засыпан. Дверь эта должна быть намного выше. Мне кажется, здесь земли метра два можно снимать спокойно. Ну, и, естественно, храмы с подвалами. Всегда мне интересны были храмы, в которых есть подвалы. Хотя можно сделать отдельное заведение хозяйственное, где и складировать, я не знаю, инвентарь. То же самое это касается и русских церквей. Но для русских церквей говорят, что в подвалах были топки, топили, тем самым обогревая помещение церкви. Но здесь, Новая Зеландия, здесь вообще даже нет центрального отопления. Тут тропический, субтропический климат. Ни на одном доме вы не найдете домохода. В гостиницах выдают обогреватели или термоодеяло. Центрального отопления во всей Новой Зеландии нет. Но в России подвальные этажи мы оправдываем, что там были котельни, туда сваливали уголь. Либо там находятся трубы с отоплением. Для чего эти цокольные подвальные этажи в Новой Зеландии? Нет ответа. Город Данидин. 100 тысяч населения. Вокзал. Вокзал, кстати, очень похож на все вокзалы. Пожалуйста, возьмите любой наш вокзал. Ну, к примеру, Казанский. По всему миру одна и та же архитектура. Интересно, что активное освоение земель Великобритании в Новой Зеландии началось с 1762 года. Удивительно, но примерно в эти же года началась и колонизация Северной Америки европейцами. Неужели Америки было мало, что поехали осваивать Новую Зеландию? Или промахнулись течением с мыла? Вот отрывок из Википедии. В 1769 году британский исследователь Джеймс Кук нанес на карты почти всю береговую линию острова. Вслед за Куком Новую Зеландию посетили множество европейских и североамериканских китобоев и охотников на тюленей. 1769 год. Американские китобои. Хотя эти самые года Америка также осваивается как Новая Зеландия. Ну и торговцы, конечно, меняют аборигеном металлические инструменты, оружие. В общем, приносят цивилизацию в Новую Зеландию. Привозят им мушкеты и как раз в результате межплеменных мушкетных войн, объединивших более 600 битв в 1801-1840 годах, было убито от 30 до 40 тысяч маори. Маори это племена туземцев Новой Зеландии. 1801-1840 годы. Вот вам еще одно доказательство, что война 1812 года была на всей территории земного шара, включая даже Новую Зеландию. Вы посмотрите, какой красоты эти готические строения в городе, в котором по официальной информации всего 100 тысяч человек. А возможно и в разы меньше, как утверждает Джон Коннор, что города в Новой Зеландии практически безлюдны. Обратите внимание на колонны и на женщину, которая стоит рядом с ними. Это же невооруженным глазом видно, что здесь какая-то диспропорция. Но даже если эта женщина ростом метр семьдесят, вы представляете, взрослый мужчина, проходя здесь, должен наклоняться. Неужели с момента постройки этих зданий, которые пишут, что они построены сто лет назад, что-то могло случиться, что это все засыпало и пришлось все это переделывать? Конечно же нет. Эти здания, как и многие другие здания по всему миру, были просто заняты тем, кто пошустрее и посильнее был. На видео прекрасно видно, что это готическое здание было тоже откопано. Мостовая идет по одному уровню, а здание находится намного глубже мостовой. А не эти ли фотографии, которые лежат в музее? Якобы уборка после последствия землетрясений. А может быть, это уборка и наведение порядка вообще на острове Новой Зеландии. Все эти здания с треугольниками, где не хватает всевидящего ока, с колоннами, все эти готические соборы, все это дело рук той допотопной цивилизации. Встает только вопрос, кто же ее уничтожил? Но четкого ответа, конечно, никто нам не даст. А вы не обратили внимание? Вот на этот вот огромный круглый предмет в виде камня. Достаточно интересной формы, ведь в природе не бывает идеально круглых камней. Что же это? А это тоже загадка. Сейчас эти круглые камни в Новой Зеландии, видимо, свезены со всей страны на одно побережье. На забаву туристам. А называются они загадочные валуны Мойраки. Можете загуглить, их куча фотографий вы найдете в интернете. Может быть, это и есть те ядра, которые летели на нашу планету. А может быть, это просто загадочные валуны. Очень интересно, что они трескаются, и внутри их не однородный какой-то материал, а как будто они слоеные, из чего-то состоят. Как будто они вообще рукотворные. А ведь такие же шары встречаются и в Боснии, и на земле Франции Иосифа. И так называемые монгольские шары. Ну и заключительный город нашей экскурсии это Инверкаргилл. С населением 47 тысяч человек. Самый южный город Южного острова Новой Зеландии. Еще немножко и Антарктика. Все те же величественные здания. Все те же даты на фасадах, как и у нас. Все те же храмы. Вся та же архитектура. А если хорошенько присмотреться на гугл-карте планеты Земля и просто предположить, что уровень мирового океана поднялся на несколько метров, ну метров на 5, на 6, то мы спокойно можем рассмотреть очертания материка до поднятия уровня мирового океана. А может быть это та самая Гиперборея. Была единая земля без островов, без Австралии, Новой Зеландии. Была единая цивилизация, которая строила вот эту вот архитектуру. Но нам, к сожалению, никто ничего не рассказывает и не расскажет. Так как мы точно такие же аборигены Маори, которых сначала завоевали, а потом с начала 19 века в Новой Зеландии начали селиться христианские миссионеры, обратившие большинство аборигенов в свою веру. А для богов Маори отвели место в маленькой комнатушке столичного музея. Так и мы все знаем о божествах Древнего Рима и Древней Греции, а наши славянские боги нам и неведомы. Весь фото и видеоматериал по Новой Зеландии с пояснениями к фотографиям и видео был прислан Джоном Коннором, за что ему огромное спасибо. Ввиду специфики его работы, ему приходится много путешествовать по разным странам, из которых он будет присылать материал с пояснениями, а мне останется его просто озвучить, смонтировать и выложить на своем канале. Ну и на этом все. С вами был председатель. Ставьте большой палец вверх, если действительно понравилось видео. Подписывайтесь на мой канал. Увидимся в будущем. Пока!